приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами ольга кожакару я хочу поделиться с вами вот как я сделала вот такой кулончик тут в основном конечно у нас бусины вот такие красивые использованы ну и немного биконусов конечно и бисера у нас здесь очень немножко совсем чуть-чуть и и вот посмотрите как выглядит этот кулончик с двух сторон это изнаночка у нас а вот лицевая сторона вот таким образом выглядит вот и естественно этот кулончик я еще украсила цепочку украсила разными бусинами через различные промежутки вот добавила бусинки какие использовала в кулончике и меня в целом получилось вот такое вот украшение если вы желаете для себя сделать очень быстро очень быстро вот такое украшение и будете иметь красивые бусины но хочу сказать что конечно некоторые из этих бусин я покупала на мелодии бисера а вот эти красивые пористые такие это гематит вулканические я купила на аукционе поэтому конечно вам придется найти замену для этих бусин я дам только размеры вот такие красивые бусины я купила на аукционе здесь 6 миллиметров размер и нам понадобится для такого кулончика 8 бусин вот 8 бусин я сейчас сниму 8 бусин размером 6 миллиметров 6 миллиметров нам понадобятся бусины какие я покупала вот это окрашенные такие бусины у нас они стеклянные не пластмассовые 8 миллиметров их 4 у меня для кулончика ну естественно уже сколько вы захотите для вашей цепочки через какие промежутки вы будете ставить это уже зависит от вас сколько вы поставите и еще бусинки тоже с мелодии бисера 4 миллиметра 4 миллиметра вот их тоже 4 штучки мне понадобится для разделения вот этих крупных бусин и я использовала биконусы 4 миллиметра их также можно приобрести на мелодии бисера вот такие биконусы красивые ну и немножко бисера я использовала опять-таки использовала мой любимый бисер это чешский бисер в десятом размере вот его совсем немножечко нам надо будет работала я леской 0 3 миллиметра и уже приготовила иголочку с леской первое что я буду делать я буду набирать поочередно мелкая бусина и крупная бусина то есть мы сделаем колечко вот из этих 8 бусинок то есть поочередно одевать будем крупную бусину и мелкую бусину пройду еще раз по всем этим бусинам и закрою колечко вот таким образом делает этот кулончик очень быстро поэтому я думаю что хотя внешний вид у него очень интересный такой привлекательный я думаю что вы можете удивить своих друзей такой работой таким изделием и вас также будет радовать эта работа ну еще раз завяжу чтобы у меня все здесь прочно было как обычно я сразу не обрезаю леску поэтому я сейчас буду набирать бисеринка биконус бисеринка биконус бисеринка и смотрите я прохожу по той же бусине из какой я вот только что вышло то и сделаю колечко на моей бусине вот таким образом вот таким образом сделаю еще раз точно такой набор на противоположную сторону развернем только и на противоположную сторону то есть у нас сразу будем делать и изнаночку и лицо точно такой набор вот смотрите теперь я зайду до центральной бисеринки я в нее не вхожу и снова набираю я пожалуй обрежу вот этот вот краешек чтобы он мне не мешался уже и не беспокоен во время работы так и снова я набираю вот представьте что мы набрали уже биконус бисеринку биконус бисеринку закрываю на следующей бусине вот и мне не хватает для этого набора одной бисеринки я набираю бисеринку и прохожу вот таким образом вот пройду вплоть до того как пройду биконус бисеринку я не прохожу теперь я набираю новую бисеринку и захожу в следующую в следующую крупную бусину пока что мы оформим вот таким образом одну сторону а потом перейдем когда закончим оформлять эту сторону перейдем на противоположную сторону вот так снова набираю бисеринка биконус бисеринка захожу в предыдущий биконус и в бисеринку то есть у нас вокруг каждой бусины должно обязательно быть набор бисеринка биконус бисеринка биконус бисеринка и причем между соседними крупными бусинами общий биконус вот я захожу крупную бусину и вот нам остается добавить в центр один одну крупную извините одну бисеринку и вот здесь при входе в крупную бусину еще одну бисеринку вот смотрите у нас везде по 2 идет по 2 бисеринки а в этом месте только одна бисеринка вот смотрите мы добавили здесь и здесь добавляем чтобы у нас со всех сторон было по 2 бисеринки ну все мы можем пройти по всем центральным бисеринкам чтобы вот они вот в квадратик хорошенько уложились у нас и когда мы закончим проходить по этим бисеринкам мы должны закончить в том месте где нам нужно будет перейти вот на изнаночную сторону где мы уже вот делали этот набор вот смотрите вот и я выхожу видите я выхожу нет даже мы должны пройти дальше чтобы выйти вот сюда до нашей вот бусины в какой набор есть вот таким образом вот смотрите у меня остается после иголочки мой набор так вышла через бусину и захожу вот у меня эта сторона вот так оформлена хорошенько все плотненько аккуратно лески не видно я захожу в биконус и начиная с этой стороны набирать точно так как с противоположной стороны бисеринка биконус бисеринка и захожу в крупную бусину делаю колечко вот так и нам для колечка нашего не хватает одной бисеринки вот здесь то есть я повторяю с этой стороны тоже самое что сделала с противоположной стороны и так прохожу по биконусу добавляю одну бисеринку захожу крупную бусину все то же самое что мы сделали с противоположной стороны вот последний набор мы делаем сейчас бисеринка биконус бисеринка возвращаюсь в принципе мы можем и сюда вот пройти чтобы меньше проходить по одним и тем же бусинам вот так набираю одну бисеринку прохожу под колечко делаю опять бисеринка и нам остается набрать сейчас последнюю бисеринку в центре вот таким образом вот и мы пожалуй сейчас снова пройдем центр чтобы опять собрать вот эти бисеринки вот такая вот у нас получается вот штучка на которой мы продолжим сейчас работать чтобы сделать наш кулончик все это достаточно просто как вы видите и ничего сложного здесь нет никаких премудрости никаких хитростей все это может собрать совершенно новичок кто только возьмет в руки первый раз это способен будет собрать вот эту работу вот пожалуй сейчас мы уже выходим опять в крупную бусину чтобы продолжить нашу работу вот у нас двух сторон уже оформлена наша начальная начальник в начальной стадии наш кулончик вот так скажем да так я выхожу в крупную бусину и набираю три бисеринки давайте начнем с меньшей стороны вот одну бисеринку одну бусину 6 миллиметров и опять одну бисеринку и заходим в следующую крупную бусину и заходим в следующую крупную бусину